Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот, так Поскорбление раз Еще давайте Давай, давай, дальше Ну продолжайте, вы же начали так хорошо Нет, ну гнуси что-то А, уже ныть не хочется у вас? Нет, гнуси что-то, ты же гнусишь Хорошо, хайбах Поговорим о хайбахе Все, пошел Видите, как хорошо, молодец Что там? Да все пучком А у тебя что? А у меня самашки Что у тебя? Самашки, видите вот Самашки, я не знаю, что такое самашки Ну, вон, населенный пункт Видите, у вас стоит солдатик Возле самашек Самашки, населенный пункт Ну ладно, населенный пункт Так населенный пункт Пускай будет Я вот интересуюсь Зачем вы там чеченцы За что? Вопрос формулили По-нормальному Чтоб я тебя понял О чем ты говоришь Почему Российские солдаты Мирных людей Тоже снег В очеченском Населенном пункте Под названием Самашки Почему ты верешь? Гугли давай Вот здесь вот Видишь? Показывает тебе? Давай вот так еще Вот написано Черным по белому Белым по черному? Массовый в Самашках Да ладно Так быстро Эх Эх Ну что, зачем? Почему? Говори 7-8 апреля 95-го года В ходе Первой Чеченской войны Российские войска Проводя зачистку В селе Самашки От Чхой-Мартановского района Чечни Убили по разным оценкам Не менее 100 мирных жителей Представляете? Ух ты Жест, правда? Ты написал Ужас просто Ты написал Это же военное преступление Не так ли? Ты написал Ну зайдите, поверьте Зайдите, поверьте Здесь же никто не поверит Этому написано Мне да Мне да А вот историкам поверят Каким историкам? Ты че? Каким? Смирнов Смирнов С Бой, а не побоище Военно-промышленный курьер Номер 13 Восемьдесят За 13 апреля 2005 года Вот, собственно, он про это писал Вот еще одна статья Всеми имеющими средствами Операции АМВД РФ В селе Самашки 7-8 апреля 1995 года Видите, как интересно Что же это вы тут? Порошку перекусить, Наташ Видите, вот такое Чисто бескультурное Московицкое На Турске Знаете, что напоминает мне Ситуация в Самашках? Напоминает Не в Буче Причем напоминает Буквально всем Даже тем, что Даже в похожих числах Осуществлялось все это Правда, ну там месяц Плюс-минус месяц Разницы Но, тем не менее 1 апреля Нашли наших людей Россией В Буче А вот 7-8 апреля В Самашках Чеченцев Видите, какие у нас Исторические параллели Вот близость Близость У нас общая история Общий брах Блин, ты еще здесь Нафиг Нифига Тебя надолго хватает Ну да Да Я же знаю Я уже привык Общаться с таким быдлом Который ничего не слушает Мне это не важно Абсолютно Для меня это ресурс Который можно Просто очень качественно Сделать из какого-то Реально Чепухи какой-то Можно сделать с золота Вот это я обожаю Чтобы с чепухи Сделать золото И Кого-то просветить Точно не вас Естественно Все Аргумента у вас Я так понял Нет Врать нехорошо Врать нехорошо Ну возьми телефончик Давай быстро Быстро Возьми телефончик В ручки Возьми телефончик Возьми телефончик Ты что не слышишь Объезжалка Ну давай Железобетоном Тогда И башкер Здрасте Здрасте Башкер Да Помнишь историю Помнишь историю башкер Я говорю Опять экзамен будете устраивать А что я вас уже видел Да Правильный экзамен Какой? Ну там начали перечислять По этому По словарю Видимо машинному Слова на башкирском Я вам должен был их переводить И что перевели? Ну какую-то часть А потом оборвалась Связь В общем Убежали да получается? Ну пусть так Интересно вот Историю башкерского народа От вас услышать Ну мне как бы Неинтересно Рассказывать Ну в смысле Даже говорить об этом А? Зачем? Ну вы же Вы как башкир Могли бы что-то рассказать Про свой народ Очень интересно услышать Ну вы же к этому Все равно Не имеете никакого отношения Так вы имеете Так вы имеете Не же рассказывали И вы имеете Так вы даже не казах Зачем мне с вами Об этом разговаривать Никто? Это то же самое Что например Я буду сейчас Разговаривать Об истории Украины Например Нет В принципе Не надо Ну или вы мне будете Рассказывать Ну то есть Вы не знаете Историю башкир Я правильно понимаю? Знаю Хорошо Кто такой Тевклиу? Кто? Тевклиу Угу Связи борьба у вас у него Просто манкурты сидят Ёлка Здравствуй Привет Здрасте Новый год К нам приходит Да? Почему Новый год? Ёлочка? Да Так зимой летом Одним цветом Ну как бы да Получается Понимаю Блин Какая у тебя интересная Подача Вот Картинки Да Вот Я даже не знаю С чего начать Что у тебя спросить У меня вот есть Несколько интересующих У меня вопросов Начиная от стрижки До Интересного Рисунка На Вышиванка Да Это Вот я как-то не удивляюсь Уже 50 россиян Прошел И все Одни и те же вопросы Пытаются задать 50 россиян Можете Попытаться Да Я наверное не буду Вот Про волосы Интересно Даже Наверное Ты как вообще Решил Как решил Ты казак Увидел Увидел Эту внешность Князя Святослава По описаниям Леводиакона 10 века Его история И там Как раз Думаю Вау Классно Думаю Буду подражать Великому князю Киевскому С 10 века Еще Потом ему Кстати Тоже подражали Казаки Наши украинские Вот и все Так и пришла идея Ты Это получается Оселадец Да Так он же Тоньше должен быть Где такое написано Как он должен быть Тоньше Толще Ну я видел Много фотографий В казаков В учебниках Истории Русской истории Исконной И там Все казаки Столько казаков Хотя бы видел Внешность Оригинальная 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 Агровера 17 века Ну оригинальная 17 века Вряд ли Но ты Четко По 17 веку Решил Да Пойти Картина Геома Дебоплана 1648 года Украина Генеральная Карта Украины И там Собственно Стоят Некоторые Представители Этих Людей Давай Я смотрю Почему ты Выбрал Вообще Одну Вот Быть Почему У тебя Такая Гамма Вашиванки О чем Ты Говорит Да О чем Ты Говорит Красно-черный Кровь И земля И земля За которой Проливалась Это кровь Сейчас Актуально Абсолютно Много Уже Пролито крови За нашу Свободу Вот поэтому Вашиванка Стала не белая А черная Кровь Проливается За Западных За Байдена Я понял За Байдена Коллективный Запад Ну правильно Все что Скобеева Сказала Зато и воюет Украина Кто это Это точно Соловьев еще Кстати тоже Неплохой человек Знаете Киселев еще Это Ваши Ваша Ваша Форевер Ваши У вас иконы Наверное Даже на них стоят Это вот Соловьев Соловьев Спаси Сохрани Меня Соловьев Скобеева Пресвятая Скобеева И соловьев Можешь не тыкать Чепуху Тебе не поможет Смотри Ты видишь Тебе не поможет Я не настрим А мне не надо помогать Смотри Смотри Просто Давай Смотри Это Смотри Виза у меня Видишь Смотри Мы все путешествуем Смотри Ты карта загуглил Да Загуглил Я посмотрел Там написано Украина До 1991 года Написано Не найдено 404 Что это значит Скобеева Головного мозга Ой Вы такие смешные Честное слово С вас только ржать Больше ничего Вы больше ничего Себя не представляете А ты в каком городе находишься? С вами о чем-то серьезном общаться Типа Говорю карта 1648 Ёмалого Сара Доблплана Посмотри еще Николя Санцона Посмотри еще Пьера Вандера Это все карты С Украины Страной Казаков В 17 веке еще А ты же даже Ты же даже не пытаешься Ты мне фальшивки с Алиэкспресса Тыкаешь И говоришь Что мы там воюем За Запад Не всю Икуну мне Скобеева А ну сейчас Я икуну Скобеева Погуглю А ты воюешь? Вот мне интересно Так что Нашел картину? Я нашел Что Богдан Послушай Давай так Тебя же Богдан зовут Сколько 7 на 8 Напомни 56 А сколько 17% от 100? Сколько? 17% от 100 17 А сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? Ты домашку сейчас решаешь Математик инженер Начинающий Начинающий Конторские тролли Сколько тебе там 5 рублей Или 10 платят Мне просто интересно Я у тебя другой вопрос Хотел задать Вот у меня есть вопрос По Сиантусу Слышал что-то Про Сиантус? Нет Это деревня Которая существовала В Балекчинской волости Сибирской дороги До 24 января 1736 года Известна Трагическими событиями В истории Башкирского народа 17-18 веков 24 января 1736 года В Сиантусе Правительственными командами Тевклева Было расстреляно И заколото копьями И штыками Около 1000 жителей деревни 105 мужчин Были созданы в амбаре Слышал что-то об этом? Давай 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 Какие обезьяны Господи Обезьянки просто Честное слово Флаг близко, украинский? Так что там по Сиантусу? Что по Богдану? Так что по Сиантусу? Вот. Я сейчас могу тебе в Википедию зайти просто. Так, Сиантус, читаем, значит, что дальше было. Значит, Сиантус, самые активные участия принимали в Остане в 1735-1740-х годах. И Балыкчинские башкиры в конце декабря 1735-го года, один из руководителей Оренбургской экспедиции А.И. Телклев, выступил из УПИ с карательным отрядом и направился через Бирск к реке Ай. То есть тут описываются все события, которые вы делали 300 лет назад. Знаешь, в чем прикол? Что ничего не изменилось. Что вот как в Буче в 2022 году, так и в этом Сиантусе в 1736 году. Вот ничего не изменилось. 300 лет назад, и ты говоришь, что что-то повторяется. Так я же говорю, да, как сейчас. Вот вроде 300 лет назад, а получается, что как сейчас. Грустно? Грустно? Пожалуйста, на 20 минут зайди в Дискорд. Ну слушай, мне даже интересно, знаешь, мне даже интересно. Вот я на тебя посмотрел, я понял, что за 300 лет вы не изменились. Я так, вот спасибо, что ты подтвердил это. Не, ну честное слово, а можешь еще так сделать? Вот просто для закрепления. Да, да, да. Нет. Дискорд. Было бы идеально просто. Вот смотри, что пишут эти очевидцы. По данным очевидца тех событий П. И. Речкова, башкирцы, жители означенной деревни Сиантусы, угадал, что злое их намерение явно учинилось. В тот час на противность отважились. Учинили было на вышних квартирах, на их людей убивственно нападать и несколько человек ножами поранили. А другие за оружие ухватились и бежать в лес. Вознамерились, чтобы ведомость подать бывшему на Аю воровскому их собранию. Но потому-то час по всей команде учинилась тревога. Что такое? Не нравятся факты или что? Прекрасно. Видите, какие у нас тут живут? Зоопарк какой у нас. Вот историю России обсуждаем. Все как бы серьезно, все как бы нормально вроде. Но как бы это просто тролли. Это же бегающие троллики и больше ничего обезьянки. Собственно, что тут еще говорить? Это только соболезнование. Земля железобетоном за кораблем. А знаете, второй куплет гимна своего? Можете рассказать, пожалуйста? Гимна, второй куплет. Ой, не плачь. Не плачь, не плачь. Блин. Здравствуй. Второй куплет гимна, помните? А? Второй куплет гимна, помните? Какого? Украины? Нет, конечно, России. А почему у вас флаг Украины стоит? Потому что я с Украины и спрошу, и знаете ли вы гимн России? Второй куплет. Наизусть. А ну, давайте, скажите. Лауся. Нет, он гимн просит. Он второй куплет. Это какой? Это красиво. Варя, это второй куплет. Ну, давай, давай. Наше, слабо. Достойно. Один твій лайк – це 10 новых глядачів, рекомендуваних алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм, український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!